Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на Ренегате. Это, кстати, премиум танк, который можно было получить в марафоне. Ну и частично мы эту тему, конечно, сегодня затронем. Вообще, в последнее время разработчики стараются не выпускать плохие танки, уж совсем прям плохие танки в марафонах. То есть, зачастую они довольно-таки имбовые. И, кстати, друзья, вы можете получить премиум танки абсолютно бесплатно. Достаточно вам всего лишь приобрести набор Twitch Prime аккаунта. И практически даром вы получите такие премиум танки, как ГС-2М, АМХ-13-57, Лансен-С, Центреон МК-5.1 Рак, Х5 Опыта, чертежи, уникальные стили и так далее. В общем, целая куча халявы и рекомендую всю эту халяву незамедлительно забрать. В первом закрепленном комментарии подробности. Итак, друзья, собственно, разработчики объявили о марафоне. Новый марафон на премиум танк Польши. В принципе, как я и говорил, еще примерно месяц, может быть, даже больше назад. Ну, это было очевидно, впрочем. И мы получим КС-52. Новый польский танк. Ну, получат те, кто сможет выполнить марафон. Ну, или попросту задонатят. Потому что, естественно, это никуда не денется. То есть, можно будет с помощью доната получить этот танк. Но, правда, цена будет зашкаливающая, около 4 тысяч рублей. Может быть, даже больше. И проще, наверное, все-таки хоть какую-то скидку выбить. Даже если вы донатите, там 50% скидку выбить вообще без проблем можно. Очень быстро все это делается. Марафон будет проходить 10 дней. Ну, поэтапно. То есть, можно выполнить хоть все за один день. Можно выполнить постепенно. Как, в общем, будет удобнее. И, конечно, разработчики уже, ну, так скажем, немножечко подапады этот танк. Но они его апады и раньше. Если вы смотрели мои видео, то, я думаю, вы знаете. И сейчас такой финальный ап. То есть, уже подтвержденный ТТХ у этого танка. И стоит отметить, что, конечно, танк получается довольно-таки имбовый на данный момент. Как для восьмерки. То есть, он, во-первых, бронированный. Довольно-таки неплохая броня у него. У него хорошая альфа. У него хорошая стабилизация. Неплохие УВН минус 7. И даже ДПМ имеется. То есть, ряд таких вот преимуществ, которые, конечно, я думаю, многим игрокам понравятся. То есть, такой вот довольно-таки универсальный танк получается. Кстати, а вы можете универсально выиграть золото в этом видео. Вам всего лишь нужно досмотреть данный видосик до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. Выигрывайте ценнейшие призы на сайте ВотКит ежедневно. Отличная халява ждет вас на данном сайте. Используйте мой промокод и премиум танк не заставит себя долго ждать и придет в ваш ангар. И, конечно, тут у нас есть еще некоторые сведения. То есть, кто думает, что марафон это последняя халява, которая будет на самом деле все вот это вот десятилетие World of Tanks и вся эта мишура, это так, скажем так, цветочки. То есть, ясен пень, что основная активность, она перенесена на осень, и основная халява будет осенью. Наверняка вы скажете, а как же так, Миха, ты че? Десятилетие World of Tanks, такой праздник. Но дело в том, что Wargaming не понимает вообще никакие праздники и ничего такого нет. Для него, для Wargaming, ну, это мое субъективное мнение, это вообще пустой как бы звук, то есть, ничего не значит. Десятилетие World of Tanks значит только прибыль. А прибыль, естественно, максимальная, ну, когда, когда, ну, я думаю, вы понимаете, когда осенью, зимой, и, естественно, и акции самые крутые, самые халявные, чтобы заманить игроков халявой и всякими разнообразными предостями будут осенью и зимой. А во все вот это десятилетие World of Tanks, раздача низкоуровневых танков, это всего лишь поддержка онлайн, сложная для игры время. Потому что это всегда сложная для игры время, потому что люди как бы выбирают, что им делать, или сидеть дома, или им, собственно, играть. Ну, то есть, или им сидеть дома и играть, или им гулять, там идти и развлекаться. Но из-за этого онлайн и падает. Далее у нас, что стоит отметить, День танкиста. Будет он онлайн проводиться, и наверняка, возможно, всякие косяки по этому поводу, потому что онлайн данное мероприятие еще ни разу не проводилось, насколько я знаю. Но при этом, что стоит отметить, все-таки будут дополнительные халявные плюшки, чтобы привлечь, опять-таки, игроков к этому мероприятию. Но что нас будет ждать дальше? Это самый главный вопрос. К чему стоит готовиться? Дело в том, что основная активность, это будет именно ближе к зиме, октябрь-ноябрь. Будут, во-первых, анонсированы кейсы новогодние, без них никуда, я думаю, вы сами понимаете. И на этот раз разработчики, ну, по той информации, которая у меня имеется, переплюнули себя. То есть, если в прошлом году там можно было, сколько там, 4 танка, что ли, выбить, то в этом году будет целая орава имбовых, суперкрутых танков. И есть очень большая вероятность, пока что БГЭТ еще не подтвердили, что будут танки 9-го и 10-го уровня в новогодних коробках. Но также подарят ветеранам игры всякие разнообразные подарки. Среди них будет премиум танк 6-го уровня Супер Чаффи. Но это танк для, скажем так, совсем игроков не очень активных. В общем, БГЭТ идет по такому пути. Сейчас уже это очевидно стало после добавления медали и за 100 тысяч, за 200, за 10-50 тысяч боев и так далее. Идут они по пути того, что чем больше ты задротишь в эту игру, тем больше тебя будут поощрять. Впрочем, это не новость совершенно. То есть, и раньше, то есть, во всяких активностях ты мог собирать боны, и вот сейчас ты там напокупал бонового оборудования, там всяких премиум танков боновых, и нагибаешь. Ну и у тебя больше всяких танков прокачанных имбовых, которые там или не очень имбовых раньше, а сейчас их апплю. Собственно, одним из подарков для истинных таких вот задротов, таких вот, ну или просто активных игроков, будут танки разнообразных уровней. Я уже говорил об этом, но есть инфа о том, что может быть такой вот подарок для таких вот прям совсем крутых статистов, задротов. Это танк Объект 780. Ну, как статистов, там статистика на самом деле не особо играет роль, там играет количество боев, которые я сыграл. Там, в принципе, ты можешь быть и 42-процентным игроком пофигу, как бы вообще. Главное, что ты активный, и главное, что ты как бы донатишь и приносишь пользу игре. Так вот, будут подарки как за 8, 9, 10 лет игры. То есть, вот если тебе там, ну, ты там 9 лет назад зарегистрировал аккаунт, соответственно, у тебя аккаунт 9-летний. Если у тебя еще и при этом количество боев достаточное, приблизительно около 9 тысяч боев, то, соответственно, тебе будут доступны гораздо большие призы, чем игроку, который вообще там, ну, за 9 лет назад зарегистрировался, но вообще не играл. То есть, у него аккаунт нулевый. По сути, такому игроку, ну, максимум, что дадут, это Супер Чаффи. Ну, а игроку, который, собственно, активно проводит много боев уже долгое время, в общем, таких игроков будут по-особому поощрять. То есть, будет что-то типа поощрения игроков на постоянной основе, именно, которые часто играют. Чем чаще играешь, тем больше призов тебе будет доступно. То есть, в этом направлении будут двигаться ВГ. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok